В России коронавирусом болеют почти 60 тысяч детей. Такие цифры на днях назвал глава Минздрава Михаил Мурашко. Почти для половины несовершеннолетних ковид протекает в тяжелой форме. К тому, что инфекция сегодня смертельно опасна и для детей жители все еще привыкают. Как ведет себя инфекция и как защитить детей, говорим сегодня с Галиной Филипповой, главным внештатным специалистом по инфекционным болезням у детей Краевого Минздрава. Галина Михайловна, доброго дня. Добрый день. Вот мой первый вопрос год назад. Мы все еще считали, что коронавирус, он для взрослых, а дети болеют либо легко, либо вообще не болеют. Сегодня все кардинально противоположно. Что произошло с инфекцией или с нами? Ну, во-первых, если сравнивать 20-е годы и 21-е, в 20-м году больше было, соблюдалась изоляция, и мы в подъем заболеваемости с вами первые получили, по сути, только в ноябре. Вот с сентября начался подъем. Летом, конечно, среди взрослых, но вот на детях мы ощутили это где-то сентябрь, октябрь, ноябрь. И до Нового года был вот этот подъем. Как раз это была вот эта вторая волна. Затем было небольшое затишье, и вот начиная с лета буквально уже начался вот этот штамм Дельта пришел к нам. В Москве гораздо раньше они этот подъем ощутили. К нам пришел где-то с августа такой начался подъем. И вот этот новый штамм Дельта, он, конечно, более агрессивный в плане того, что стало гораздо больше вовлечены в процесс дети. Но почему в сентябре, понятно, все пошли в школу, то есть, естественно, больше общения. И мы получили помимо ковида и большой подъем респираторно-вирусной инфекции, все это вместе. И по сути, по симптомам с первых дней не отличишь ковид, это или респираторно-вирусная только по результатам тестов. Мы получили, и еще мы стали выявлять, конечно, гораздо больше тяжелых форм. Если сравнивать с осенью 2020 года, сейчас этих тяжелых форм гораздо больше. Болеют, конечно, тяжело это преимущественно подростки. Если мы говорим о детях младшего возраста, то это дети, которые имеют неблагополучный приморбидный фон. Ну, в частности, там, детский церебральный паралич или тяжелые пороки развития, либо дети с опухолью мозга, допустим, вот они дают, конечно, в любом возрасте тяжелое течение данной болезни. Ну, и даже если сама болезнь у нее может быть не настолько тяжело у младших детей, то те осложнения, вот которые провоцируются ковидом, они приводят, потом могут привести к летальному исходу, хотя там с той же онкологией ребенок мог бы еще какое-то время жить. А расскажите про ваше отделение. Сколько у вас тяжелых больных, из-за чего еще? Ну, в нашем отделении в течение последней недели от 45 до 50 пациентов идет. Краевой инфекционный госпиталь. Дети со всего края со средне тяжелыми и тяжелыми формами, только мы берем на себя детей, легкие формы наблюдаются, как правило, дома. Те пациенты, которые нуждаются в интенсивном наблюдении, они поступают в стационар. В реанимации 5 детей тяжелые. Тяжело в основном дети-подростки и дети с ожирением. То есть, если мы будем говорить, в принципе, о группе риска, лишний вес – это очень большая группа риска у детей и подростков. Самый маленький пациент – это именно, если мы говорим о пневмонии, с ожирением, это возраст 10 лет. К вопросу о том, что ковид протекает легко, не у всех, никаких пороков развития у этих детей нет, у них есть только лишний вес. Но, тем не менее, поражение легких идет до 80-90%, как у взрослых. То есть, вот нынешний штамм, он дает как раз респираторный дистресс-синдром, поражение легких, как у взрослых. Все происходит достаточно быстро, то есть, это не все дети, которые болеют там 2-3 недели. У некоторых за 4 дня болезнь может переходить вот в такую форму. И какой-то закономерности, как она пойдет у того или иного пациента, абсолютно выявить не удается. То есть, какой-то там логики посмотреть. Бывают абсолютно нормальные показатели крови к вопросу о результатах, анализах, которые всех интересуют. И при этом мы видим такое достаточно тяжелое поражение легких и объективное состояние ребенка очень тяжелое. Если даже по состоянию крови сложно определить, тогда на что надо обращать внимание? Нет, но по состоянию крови не то, что сложно. Мы-то с кровью берем уже, опираясь на клинические признаки. Просто дома ты не будешь так анализ крови брать. Ну, конечно. К тому только это. Но врачи, есть у них для них критерии, по которым они ориентируются. А что касается таких первичных симптомов для родителей, прежде всего, вопрос? Нет. Но таких первичных симптомов, характерных для коронавируса, нет. Вот он начинаться может, как обычная респираторная инфекция. У кого-то боль в горле начинается, у кого-то с кашля может начинаться, у кого-то с повышения температуры. То есть может постепенное начало быть. Допустим, вот если у гриппа моментальный подъем температуры, и там инкубационный период поконтактировал сегодня-завтра, ты уже заболел. То при коронавирусе, вот он настолько коварный, инкубационный период, конечно, 3-5 дней может быть от нескольких часов. Ну и даже изначально мы, когда с вами в 2020 году до 14 дней инкубационный период был, как-то всё было достаточно медленно. А то, что мы имеем сейчас, после контакта, вот в семье контакты такие значимые идут, они через буквально 2-3 дня начинают болеть члены семьи остальные, которые в тесном контакте находятся. И в основном это только по методике выявления теста ПЦР, либо по поражению лёгких, но это уже, естественно, идут нелёгкие формы, когда поражается именно бронхолёгочная система. Поэтому, как в Москве, все респираторные инфекции обследуются экспресс-тестом на ковид. В современной ситуации по-другому выявить, ну, только через ПЦР-тест, и тогда идёт уже, смотришь, по тяжести состояние. То есть даже... Диагноз ковид без рентгенограммы не поставить. То есть даже если ребёнок уже чувствует какое-то недомогание, то на всякий случай лучше вызвать врача? Ну, просто если вы... Нет, но если у этого ребёнка был контакт. Сейчас в классах, в школах много выявляется ковида. То есть если есть подозрение, что он был в контакте, или в семье есть контакт, но если он болеет легко, то вызывая... Врач в любом случае проговорить ситуацию со своим участковым необходимо в нынешней ситуации. А как только какие-то ухудшения состояния, там, лихорадка более пяти дней, что уже не справляются, конечно, тогда необходимы дополнительные методы обследования в виде рентгенограммы, общего анализа крови. Ну, если это появляется снижение сатурации, а дышка какая-то, то, конечно же, это требует госпитализации. Вот если не было подтверждённых контактов, даже предположительно, ну, например, у родителя есть опасения, и он хочет проверить. Многие боятся элементарно везти ребёнка в поликлинику, потому что там можно насобирать целый букет инфекций. Кто-то даже боится вызывать врача на дом. Я уверена, что вы не сторонник домашнего лечения, но вдруг есть какой-то перечень лекарственных препаратов вот для начального уровня, как можно помочь ребёнку здесь и сейчас. Ну, смотрите, во-первых, нужно разобраться, чем ребёнок болеет. Чтобы давать такие универсальные рекомендации, это максимум симптоматический, это жаропонижающий, если поднялась там температура в домашних условиях. Если есть какие-то катаральные проявления, ну, интерфероны назальные, они используются и для лечения ковида. Капли с содержанием интерферона, либо мази, содержащие интерферон, пожалуйста, это можно использовать в домашних условиях два-три раза при первых признаках респираторной инфекции. Если, скажем, хуже не сделают, и процесс может на уровне, если он локальный, лёгкой степени, он может останавливаться. А в большинстве, конечно, чтобы назначать какую-то противовирусную терапию, самостоятельно это делать однозначно не нужно. Только после назначения доктора. Сами родители просто так брать и назначать препарат с противовирусной активностью. Тем более, если мы будем говорить о ковиде, то с доказанной эффективностью препаратов с прямым противовирусным действием нет, которые бы использовались при средне-тяжелой, особенно при тяжелой степени тяжести, нет таких препаратов. Поэтому, конечно, мы большее внимание и значение в данной ситуации уделяем профилактике. Потому что лечить тяжелые формы, чтобы препарат воздействовал, вот если это бактериальная пневмония, понятно, есть антибиотик, ты назначил, микроб убрал. В данной ситуации на коронавирус воздействовать на сегодняшний день у детей препаратов с доказанной эффективностью для лечения средне-тяжелых и тяжелых форм нет. А как правильно профилактировать? Профилактировать, ну, во-первых, это прежде всего, в принципе, вести ребёнку здоровый образ жизни в плане того, что режим проведения времени на воздухе, не только чтобы он сидел с уроками, там из одной школы переходил в музыкальную, в художественную и так далее. То есть обязательно физическая активность должна какая-то быть, периодические курсы витаминотерапии, обязательно витамин Д3 дети должны принимать, независимо от возраста и независимо от времени года. Просто смотрится уровень, и педиатр определяет, какая доза тому или иному ребёнку необходима в той или иной ситуации непосредственно. Проветривание помещения, влажная уборка, ну и, естественно, ношение масок в общественных местах, которые ни одну маску надел, и весь день он ходит, её из кармана достает, а всё-таки их нужно менять по-хорошему каждые два часа. Но обработка рук антисептиками, элементарное мытьё рук способствует тому, что мы имели снижение респираторной инфекции вместе с кишечной. В 2020 году у нас была просто идеальная ситуация по инфекционной заболеваемости, потому что все люди мыли руки, носили маски и соблюдали изоляцию. В этом году, конечно, все расслабились, и мы имеем вот то, что имеем, колоссальный подъём заболеваемости, как обычной респираторной вирусной инфекции, так, в общем-то, и коронавирусной инфекции. Сейчас очень опасное время с точки зрения инфекций. Стоит ли сейчас делать ребёнку прививку от гриппа? Всё дело в том, что если вовремя не сделали, других вариантов нет. Вообще лучше делать, конечно, когда нет эпидемического подъёма заболеваемости, и это время было у нас, допустим, конец августа, до конца сентября, в принципе, было достаточно благополучно, скажем так, только подъём заболеваемости начинался эпидобстановка. Поэтому, конечно, грипп лучше вакцинировать, потому что если сейчас ещё придёт и грипп параллельно с коронавирусом, оно будет гораздо сложнее. То есть он тоже может давать респираторный дистресс-синдром, и в эту группу, конечно, риска по гриппу ещё и беременные женщины попадают, помимо детей, до двух лет и пожилого контингента. Поэтому делать стоит. Но нужно понимать, что если ты вакцинировался вообще от любой инфекции, хоть от гриппа, хоть от коронавирусной инфекции, в это время, в течение двух недель нужно соблюдать, ну не то, что изоляция, ты никуда ходить не должен, ну, по крайней мере, на работу я имею в виду, всё равно человек пойдёт там в школу, но, по крайней мере, элементарные правила профилактики соблюдать очень жёстко. То есть тоже ношение масок, строго мыть её рук, не посещать общественные места по возможности именно в это время, чтобы иммунитет через две недели минимальное количество уже антител вырабатывается на ту или иную вакцину. Но если мы говорим о вакцине против коронавируса, то, конечно, через 45 дней идеально титр вырабатывается. Но, опять же, пока детям её не ставят. Нет, детям её не ставят, но мы с нетерпением её ждём, потому что те формы тяжести, которые мы имеем на сегодняшний день, конечно, очень бы хотелось профилактировать у подростков особенно. Может быть, глупый вопрос, но всё-таки задам. Иммунитет от гриппа может как-то облегчить течение коронавируса, укрепить организмы? Ну, эта прививка, в принципе, она специфическая, она воздействует только на вирус гриппа, даёт локальный иммунитет. Но любая иммунизация считается, это такая небольшая встряска для организма. То есть и... Но сказать, что ты привёшься от гриппа и будешь легко болеть коронавирусом, конечно, нет. Такой вопрос. А вакцинирование и невакцинирование взрослых от коронавируса, может ли он влиять на уровень заболеваемости коронавируса от детей? Ведь получается, что мы приносим домой всё это детям? Это, естественно, смотрится вся популяция взрослых и детей. Но учитывая, что у детей вакцины нет, нам, конечно, желательно максимальное количество, чтобы было вакцинированных среди взрослых, потому что вирусу очень вольготно гулять по организмам, которые не вакцинированы. И в результате, конечно, и мутации вируса происходят. Поэтому большинство стран почему уже начинают закрываться потихонечку? Потому что в России очень низкий процент вакцинации, в отличие от других стран, которые нас окружают. А вы за этот год замечаете мутацию вируса? Нет, мы это не мы, это же вирусологи отслеживают. Мы-то не можем замечать мутацию вируса. Да, но вы лечите пациентов и замечаете, что меняются симптомы. Нет, пациентов больше тяжёлых форм, появилось больше диарейного синдрома. Вот у дельта-штамма, то есть клинически он отличается меньше. Вот именно мы имели в ноябре больше мультисистемного воспалительного синдрома у диктей. То есть вот шла маркёра воспаления, очень чётко по крови показывали, было это всё наглядно видно, и ты чётко понимал, кого тебе там госпитализировать. Сейчас маркёры воспаления могут быть незначимыми, но при этом поражение лёгких идёт колоссальное. То есть отдышка, тяжело дышать становится пациенту. Поэтому небольшие вот такие отличительные признаки по штаммам, конечно, видно клинически и лабораторно. Ну и вот я говорю, и диарейный синдром, то есть пациент поступает с кишечной инфекцией, у него диарея, рвота, повышение температуры, в результате он выделяет ковид. То есть может стартовать вот таким образом ковид, без катаральных проявлений. Не обязательно, что кашель, насморк, там боль в горле. Но вот тем не менее, вот так вот разнообразная такая клиника может идти. А как вы думаете, если данные о заболеваемости коронавирусом у детей были открытыми, регулярно публиковались, это бы подтолкнуло взрослых идти и вакцинироваться всё-таки? Очень сложно здесь говорить. В принципе, данные-то публикуются. Везде просто пишется, что дети болеют легко. И это было в том году, мы действительно это видели. И если в 2020 году нам говорили, что дети являются как рассадником инфекции, они переносят это заболевание в лёгкой форме, то, в принципе, по исследованиям доказано, что среди детской популяции как раз вирус передаётся в 12 раз реже, чем взрослый. То есть взрослые имеют гораздо больше контактов, чем дети, и являются источником инфекции гораздо больше. Да, то, что глобально протекает он у детей легче, это действительно поражение лёгких у них идёт в сравнении со взрослыми. Мы видим, у нас один госпиталь инфекционный детский, извините, а взрослых в каждом городе там несколько. Поэтому, конечно, непременно у взрослых протекает тяжелее. Но взрослым самим бы задуматься в плане вакцинации. Тут не только детей, а себя прежде всего, как дальше быть в этом мире. Поэтому то, что среди детей сейчас стало такое тяжёлое течение, это действительно мы отметили с третьей волной. Ну, на этом предлагаю закончить. Спасибо большое за беседу. Спасибо. Мы говорили о ситуации с коронавирусом среди детей. Они, напоминаю, болеют и могут болеть тяжело. Будьте осторожны, обезопасьте себя и их, и с умом проведите большие выходные. Спасибо.